Добрый день, уважаемые слушатели! Компания Тензер приветствует вас на вебинаре для участников государственных закупок. Меня зовут Мария Биль, я специалист по работе с торгами и эксперт по закупкам. Сегодня мы с вами пошагово разберем, как быстро и без ошибок отчитаться по исполненному контракту через единую информационную систему, понять, в течение какого времени мы обязаны направить заказчику акты на рассмотрение и что делать, чтобы избежать отклонения документов заказчикам, а также как поступать, когда при формировании актов в единой информационной системе у нас возникают ошибки. Электронное актирование в ЕИС это приемка документов по исполненному контракту в электронном виде через единую информационную систему. Основной целью перехода на электронное актирование было упростить работу государственных и муниципальных заказчиков, поставщиков и контролирующих органов. Оптимизация закупочного процесса и переход на актирование в ЕИС решают ряд задач, таких как повышение прозрачности системы закупок, упрощение и ускорение согласования и приемки, обеспечение своевременной оплаты, сокращение бумажного документа оборота, также снижение риска технических ошибок и обеспечение идентичности информации из контракта и закрывающих документов. Заказчики и поставщики пользуются функционалом ЕИС по приемке товара уже с января 2020 года. Приемочные документы, которые созданы в ЕИС в цифровом формате, приравниваются к бумажным и имеют такую же юридическую значимость. Обязательным же электронное актирование стало для всех участников закупок по 44 федеральному закону с 2022 года, но при условии, что торги прошли в электронном виде, в том числе закрытом. Исключением являются закупки силовых структур, перечень которых устанавливает правительство. Также электронную приемку не проводят у закупок малого объема, но по статье по пункту 12 части 1 статьи 93, так как они в электронном виде прошли, проводят электронную приемку. Заказчик в проекте контракта обязан указать на электронный порядок приемки. Поставщики при этом не могут отказаться от такого способа обмена документами. Преимущества электронной приемки достаточно очевидны. К ним можно отнести уменьшение бумажного документа оборота. Поставщики быстрее получают оплату по контракту. Нет риска потери важных документов и, соответственно, он сводится к минимуму. И проще готовить отчетность. Документы из единой информационной системы используют для бухгалтерской и налоговой отчетности. В этом плюсы. К недостаткам электронной приемки можно отнести то, что нельзя использовать типовые условия контрактов и сложно редактировать ошибки в первичных документах. А также нужно приобретать электронную подпись и настраивать доступ для всех ответственных за приемку. Но это со стороны заказчика. То, что им нужно создавать комиссию и комиссию. У каждого члена комиссии должна быть своя электронная цифровая подпись. Актирование в ЕИС для поставщиков по 44-му федеральному закону можно разделить на пять этапов, пять шагов, так называемых. И сегодня мы их с вами разберем. Первый шаг — это вход в личный кабинет единой информационной системы, настройка прав доступа, наличие доверенности на подписание закрывающих документов. Для формирования документов по исполненному контракту необходимо зайти в личный кабинет участника закупок на официальном сайте ЕИС. Сделать это может только лицо, у которого есть квалифицированная электронная подпись. Иногда при входе в единую информационную систему могут возникать ошибки, не дающие войти в личный кабинет и сформировать документы. Эти ошибки могут возникать, если компьютер либо браузер не настроены для работы с ЕИС, либо прошло какое-то обновление и настройки слетели. Не установлены необходимые компоненты для работы с электронной подписью. Что мы рекомендуем вам делать? Есть стандартные файлы настройки, которые размещены на официальном сайте ЕИС. Рекомендуем воспользоваться этой настройкой. Мастер настройки автоматически проверит все необходимые программы, которые у вас должны быть установлены для входа в единую информационную систему. После прохождения настройки нажимаете кнопку «Продолжить работу». Открывается меню и вы входите в личный кабинет участника закупок. Далее открываете меню и переходите в раздел «Пользователи». Зачем нам это нужно? Мы должны понимать, кто из сотрудников организации будет работать с актированием в единой информационной системе. То есть не всегда руководитель организации может формировать эти акты, либо у него есть время формировать акты. Обычно есть человек, который будет этим заниматься, но руководитель по умолчанию обладает нужными правами в системе. Соответственно, ему никакие права настраивать не надо дополнительно. А для того, чтобы настроить права уполномоченному сотруднику, нужно его зарегистрировать как нового пользователя, если его нет, и соответственно дать ему эти права. Для этого мы переходим в раздел «Зарегистрированные пользователи участника закупок», нажимаем «Зарегистрировать пользователя», выбираем нужного пользователя из списка сотрудников и настраиваем ему права. То есть выдаем те права на формирование актов, на отправление актов, на подписание актов, на формирование корректировочных документов и так далее. И сохраняем, соответственно, права у этого сотрудника. Важно, чтобы данные о представителях компании отразились при регистрации, руководитель должен пригласить всех своих сотрудников в личный кабинет организации на портале госуслуг. То есть, если вы не сможете найти вашего представителя, это потому, что руководитель его не пригласил в личный кабинет организации. Следующий важный шаг – это изучение условий контракта. Итак, необходимых пользователей мы с вами добавили, настроили им права. Теперь разберемся в условиях контракта и в течение какого времени необходимо сформировать электронный акт. Контракт мы подписываем на электронной торговой площадке. Также информация о нем развещается в единой информационной системе в открытом доступе в реестре контрактов. На электронной торговой площадке посмотреть контракт, заключенный можно во вкладке «Мои контракты». Это на примере Сбербанка. я показываю, войдя в свой личный кабинет. На что в первую очередь необходимо обратить внимание перед формированием электронных документов в единой информационной системе. Это срок исполнения обязательств по контракту. В течение какого времени после поставки товара, выполнения работы или оказания услуги необходимо сформировать акт в единой информационной системе. Какие документы заказчик требуют предоставить при исполнении контракта? Давайте с вами посмотрим видео, в котором я выделила для вас основные важные условия исполнения контракта. Итак, контракт у нас был подписан на площадке Сбербанка СТ. Он у нас заключен в мае месяце буквально, и, соответственно, мы с вами его сейчас изучим. Открываем его в Word и просматриваем все основные условия контракта. Контракт у нас идет с вами на поставку товара, RUTOKEN, а срок исполнения обязательства обязательно должен быть указан в контракте. У нас здесь стоит, что также проверяем, в течение какого времени с нами заказчик должен рассчитаться. Так как закупка была у СМП, то не позднее 7 рабочих дней. Далее обязательно смотрим, где указаны условия все поставки. В течение 45 дней с даты заключения контракта мы должны поставить товар. Но не позднее, чем за 2 рабочих дня до осуществления поставки, мы должны направить заказчику уведомление о том, что мы поставляем товар. Это обязательно. Некоторые заказчики без данного уведомления не принимают товар. Для проверки поставленных товаров у нас предусмотрено электронное актирование через единую информационную систему. Не позднее 3 рабочих дней после поставки мы должны сформировать с использованием в единой информационной системе документы приемки в электронной форме с приложением тех документов, которые заказчик указал в определенном разделе контракта. В каждой контракте обычно стандартные формы и стандартные разделы. Но лучше дополнительно все равно изучайте условия контракта перед участием в закупке, а потом уже после подписания контракта. Для того, чтобы понимать, в какие сроки вы должны уложиться. Просто бывают сроки, допустим, что срок исполнения, ну формирования электронных документов день в день с момента поставки. Когда ты отправляешь товар, ты не всегда знаешь, в течение какого времени он будет поставлен транспортной компанией. И заказчики не всегда сообщают, поставили ли товар в этот день или в следующий день. То есть нужно это еще и контролировать. Также, что у нас еще передается с товаром обязательно, какие документы мы должны приложить к электронному акту в единой информационной системе. Эта информация у нас указана в спецификации. Сейчас мы долистаем по контракту техническое задание. Вот мы смотрим при поставке товара, куда мы должны поставить товар, соответственно, что у нас входит в условия поставки и какие документы мы должны прикрепить товарную накладную, счет, акт приема-передач и сертификат ФСБ. Сертификат ФСБ у нас дается только на определенный вид товара. Это условия заказчика, потому что у нас к поставке идут рутокены, которые сертифицированы ФСБ. Соответственно, при формировании электронного документа о приемке мы должны эти документы приложить в единую информационную систему. Если в контракты были предусмотрены определенные формы документов, то есть был акт приема-передачи определенной формы, была там форма какая-нибудь УПД или еще что-то, то ни в коем случае не размещайте самопроизвольные. Заказчик отклонит документ приемки и вам придется все оформлять заново. Обязательно обращайте внимание на условия исполнения контракта и что в нем прописано. Пример списка документов, которые обычно требует заказчик по контракту, это акт, счет и отчетные документы по форме контракта. Также был сертификат ФСБ. Соответственно, если сертификаты передаются вместе с товаром, то мы их к электронному акту в единую информационную систему тоже должны приложить. Обращайте на это внимание. Следующий шаг у нас это осуществление поставки товара, выполнения работы и оказания услуги. В контракте, который мы подписали заказчикам, четко обозначены сроки для осуществления поставки, выполнения работы и оказания услуги. Поэтому советуем строго соблюдать данные указанные сроки, иначе заказчику придется выставить пенни за просрочку. Выставление пенни за несвоевременное исполнение условий контракта является обязанностью, а не правом заказчика. То есть, если вы поставили товар не в срок, который обозначен в контракте, у заказчика нет, как сказать, возможности не штрафовать вас. У него это прописано в законе, и он, соответственно, если он вас не штрафует, он нарушит закон, и потом к нему придет проверка, и вы пишите ему все равно штраф. Поэтому не подводите себя и не подводите заказчика в данном случае. В день поставки товара необходимо направить посредством единой информационной системы электронные акты по контракту. Даже если вы передали все документы вместе с товаром, заказчик не сможет принять исполнение и оплатить, пока не увидит сформированные в электронном виде акты в единой информационной системе. Следующий шаг — это формирование самого электронного акта в ЕИС. Мы сейчас рассмотрим подробно, прямо на примере, как мы формировали акты по нашему исполненному контракту. Для формирования акта по исполненному контракту слева в личном кабинете в единой информационной системе будет меню. Выберите раздел «Исполнение контрактов». Сайт перекинет вас в реестр документов об исполнении контрактов. ЕИС — меню раздела «Исполнение контрактов». Зайдите в меню «Контракты». Панель слева автоматически скроется. Нажмите на три полоски. И слева в углу откроется список контрактов, которые подлежат электронному актированию. То есть всех контрактов, которые вы заключали по 44-вертому федеральному закону на электронно-торговых площадках. Мы разобрались, как зайти в реестр контрактов. Теперь можно приступать к формированию самого электронного документа. Выбираем из списка контрактов «Нужный» в меню слева. И откроется именно нужный контракт и его разделы. Под реестровым номером контракта будет раздел «Этап 1». Нажимаем на три точки справа. Открывается меню «Создать документ о приемке». Вот как раз сейчас мы и приступаем к формированию документа о приемке по текущему этапу контракта. Открывается документ от текущей даты. В документе предусмотрено 7 шагов, которые следует проходить поэтапно. Нельзя перейти на следующий шаг, пока не будет проверен и сохранен предыдущий. Иначе придется начинать формирование акта заново. Заполняем обязательные поля вкладки «Общая информация». Порядковый номер документа о приемке. Здесь обычно встает свой стандартный номер, который присваивает единая информационная система. Поэтому мы знаем, что у нас в учетной системе, где мы сформировали документы, есть свой номер. Мы, соответственно, его копируем сюда и вставляем. Также дата составления документа – это та дата, от которой мы начали формировать этот акт. Она не может быть ранее текущей, но может быть позднее. Это удобно, если вы заранее хотите подготовить документ о приемке. То есть вы его подготовили, сохранили и в нужный день потом просто его подписали и направили. Если контрактам предусмотрены документы, то вы вкладываете документы о приемке. Справа от нее появится поле «Комментарий». Там можете раскрыть и расписать более подробную информацию для заказчика. В данном разделе мы прикрепляем только те документы, которые обязательны для предоставления по контракту и будут подписываться заказчикам. То есть именно на первой странице в общей информации. Для строительных контрактов и поставок лекарственных препаратов закрывающие документы немного отличаются. Необходимо передвинуть ползунок, указать отраслевую специализацию. И соответственно у вас, если у вас контракт из одной из отраслей, а если из любой другой отрасли, ползунок не нужно трогать. Информация о платежно-расчетных документах заполняется в случае, если контрактам было предусмотрено авансирование. Нажмите «Добавить», откроется форма, в которой следует указать номер, дату и сумму. Обратите внимание, что дату платежного поручения, платежно-расчетного документа можно сделать раньше, но не позже даты составления. Заполните поля и нажмите «Добавить». Вкладка «Общая информация» заполнена. Для ее сохранения обязательно в правом нижнем углу нажимайте кнопку «Сохранить и проверить на нарушение». Если что-то из полей не будет заполнено, система выдает ошибку с пояснением, что нужно сделать с возможностью внести изменения. После внесения изменений нажмите повторно кнопку «Сохранить и проверить на нарушение». Если больше нарушений не найдено, нажмите «Далее». Переходим к заполнению следующей вкладки. Следующая вкладка у нас «Контрагенты». В ней предусмотрены еще три раздела, которые обязательны для заполнения два. Это в части банковских реквизиток вкладки на стороне заказчика и на стороне поставщика. Обратите внимание, что у заказчика и поставщика одинаковые поля для заполнения. Со звездочкой «Ново вкладки заказчика» есть дополнительное поле места поставки товаров, выполнения работы, оказания услуг. Заполняется срога в соответствии с условиями контракта. Их необходимо заполнить во вкладках «Заказчик» и «Поставщик». Если по контракту есть «Перевозчик», значит еще дополнительно заполняем третий раздел «Перевозчик». Поле «КБК» у поставщика не обязательно к заполнению. Документ сохраняем аналогично в правом нижнем углу и можно переходить к следующей вкладке, нажав «Далее». Вы перешли на третью вкладку «Товары, работы и услуги». В этой вкладке вам следует выбрать информацию о поставленных товарах, выполненных работах, оказанных услугах. То есть здесь мы как раз указываем ту информацию об исполнении контракта. То есть добавляем либо часть, что мы исполнили определенный объем, то есть если у нас поэтапное исполнение контракта идет. Если у нас разовое исполнение, то мы сюда соответственно все позиции свои добавляем и указываем общую сумму по контракту. После нажатия кнопки «Далее» потянутся сведения из самого контракта. При этом у нас останется возможность добавления других позиций, если у нас их несколько, например, несколько видов товаров, работ или услуг. А вы изначально выбрали недостаточный объем позиций. Справа напротив выбранной позиции есть возможность просмотреть, редактировать, удалить и детализировать. После того, как вы заполнили информацию о поставляемых товарах, нажмите «Сохранить» и «Проверить на нарушение» и, соответственно, кнопочку «Далее». Переходим к следующей вкладке «Факт поставки», «Факт передачи товаров, работы, услуг». Здесь требуется заполнить обязательные поля. Дата передачи товаров, дата начала периода поставки, то есть это с какого у нас действует контракт, и дата окончания периода поставки, то есть это та дата фактической поставки товара, выполнения работы, либо оказания услуги. Ниже будет сформирован документ «Основание». Это информация об основании передачи товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг. Информация эта подтягивается автоматически и встает сюда контракт, на который мы готовим документы приемки. Можно добавить документ «Основание» на ваше усмотрение, предусмотренный контрактом или по согласованию с заказчиком, чтобы избежать отклинения документа приемки после его подписания. Информацию о лице, передавшем товар. Если по условиям контракта вы должны указать лицо, которое передавало товар, то нажмите эту кнопку и откроется дополнительное окно. У нас передачей товара, подписанием документов от приемки занимается уполномоченный специалист по доверенности, соответственно. И мы указываем в данном окне всю информацию на основании доверенности, на основании чего это лицо может подписывать данные документы. Мы заполняем только те данные, которые нам нужны для заполнения. То есть товар передал определенный работник организации поставщика, представитель организации, который доверен передачей товаров, либо физическое лицо, которому доверена передача товаров. Исходя из выбранного вами варианта появляются поля. Заполняем нужную информацию и спускаемся ниже. Здесь есть возможность добавить сведения о транспортировке. Если у вас был документ транспортировки, то, соответственно, вносите этот документ. Ну, если вы, допустим, информацию дополнительно указывали об этом. Проверяем документ на ошибки и далее нажимаем сохранить и проверить на нарушении. Далее. Следующая вкладка это у нас подписанты. То есть здесь откроется меню. Мы нажимаем на кнопку добавить. И открывается окно, куда мы, соответственно, напротив строчки фамилии, имя, отчество выбираем подписанта. Справа есть еле заметная стрелочка. Нажмите на нее. Откроется список подписантов. Мы выбираем нужного, который именно в этот момент у нас подписывает документ. Все остальные поля должны заполниться автоматически. На основании данных из личного кабинета единой информационной системы из раздела пользователей. К электронному документу о приемке можно приложить документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Во вкладку дополнительные документы мы прикрепляем информацию и документы в соответствии с требованиями контракта. Например, сертификат на товар, обеспечение гарантийных обязательств, если оно требуется. Мы его передаем по факту исполнения контракта. Или документы, содержащие информацию о стране происхождения товаров или о производителе товаров. То есть, если у нас закупка проводилась с предоставлением приоритета либо преимуществ по национальному режиму, то мы в обязательном порядке прикладываем еще информацию о соблюдении этого национального режима. Не забываем про это. Это является неотъемлемой частью исполнения контракта. Нажимаем «Сохранить» в правом нижнем углу. Заполнение документа успешно завершено. Сформированный акт о приемке у нас в единой информационной системе содержит достаточно большую информацию. Это идентификационный подзакупки, название и местонахождение заказчика, наименование объекта закупки. Это, соответственно, из контракта у нас подтягивается. Реквизиты поставщика, наименование товаров в работе услуг и место их поставки. Страна происхождения товара в обязательном порядке. Количество поставляемого товара, объем выполненных работ, либо указанных услуг на основании тех данных, которые мы заполнили. Также стоимость исполненных обязательств. Она рассчитывается пропорционально тому объему, который мы поставили, либо полном объеме, если была поставка. И другая информация, которая не противоречит единой форме. Если информация в таких документах не совпадает со сведениями в акте, то приоритет будет у электронного акта. То есть, если вы приложили счет и УПД, допустим, сформированные в своей системе, и информация в них отличается от акта, сформированного в единой информационной системе, приоритетным будет акт, подписанный вами в единой информационной системе. Следующий шаг, важный, пятый шаг, это направление исполнения по контракту заказчику. То есть, мы сформировали этот документ приемки и сохранили его. После его проверки мы подписываем его своей квалифицированной электронной подписью. Система автоматически отправляет его заказчику в течение часа. Временем поступления документа заказчику будет дата его развещения в ЕИС с учетом часовой зоны заказчика. То есть, если мы формировали акт в московское время, там, 20 июня, 12 часов дня, а заказчик находится в Тюмени, то, соответственно, время формирования акта будет 20 июня, 14 часов дня, потому что в Тюмени плюс 2 часа, так как это регион заказчика. Статус отправленного документа при этом у вас будет на рассмотрении. То есть, он у вас загорится, будет желтеньким таким значком гореть. Сперва у вас появится стрелочка, через какое-то время он сменится на желтенький и будет на рассмотрение. Ожидайте подписания документа заказчикам. После того, как заказчик примет и проверит ваши документы, то статус его будет принято и будет зеленое обозначение. В какие сроки заказчик проводит электронную приемку? Срок подписания электронного акта в ЕИС со стороны заказчика не позднее 20 рабочих дней. Но эта информация о сроках приемки обязательно должна быть указана в контракте. Некоторые заказчики количество этих дней уменьшают, но не позднее 20 рабочих дней. Заказчик проводит электронную приемку также в несколько этапов. Давайте вкратце рассмотрим их. Первый этап – это он получает электронный документ из личного кабинета поставщика. Работа с приемочной документацией ведется в реестре об исполнении контракта. Заказчик в личном кабинете в своем заходит в нужный контракт и выбирает документ. То есть аналогично на работе личному кабинету поставщика у заказчика тоже есть личный кабинет в ЕИС, где все это происходит. Следующий этап – он рассматривает электронный документ, заполняет со своей стороны нужные вкладки. Например, решение приемочной комиссии. То есть он принято, не принято и так далее. При необходимости он вносит исправление в акт в электронную, если что-то хочет исправить. Далее заказчик формирует уведомление об уточнении. Если для электронного документа требуются какие-либо уточнения. Это тоже бывает, мы с этим сталкивались, ничего страшного в этом нет. Потом он просматривает печатную форму акта и подписывает ее и отправляет поставщику. Если все принято и все соответствует условиям контракта, поставка прошла в срок, замечаний нет, то, соответственно, оплачивает товар, работу и услугу. И после этого вносит в реестр контрактов информацию, которая подтверждает исполнение контракта. И контракт у нас переходит в статус «Исполнение завершено». Бывают ситуации, когда заказчик отказывается принять товар, работу и услуги. Когда это происходит? Если товар не соответствует условиям контракта или заказчика не устроил пакет документов приемки, исполнитель по контракту приложил неполный пакет документов, либо направил электронный документ, раньше указанного в контракте срока. Функционал единой информационной системы позволяет заказчику сформировать мотивированный отказ от принятия электронного документа, если он не соответствует условиям контракта. К отказу в единой информационной системе заказчик обязательно должен приложить документ об основании в отказе приемки с указанием причины. Без причины заказчик это сделать не может. Это закреплено в законе и в условиях контракта. То есть он должен мотивированный отказ приложить. При отказе государственного муниципального заказчика в приемке у поставщика есть два пути решения вопроса. Это первое, исправить замечание, осуществить поставку в соответствии с условиями контракта и заново направить заказчику акт посредством ЕИС, либо обжаловать действия заказчика. То есть если вы видите, что заказчик превышает свои полномочия, цепляется каким-то там моментом или еще что-то, то есть действует не в рамках государственного контракта и требует какие-то документы, которые не были прописаны, то, соответственно, вы можете обжаловать действия заказчика. В случае, когда товары, работы и услуги приняты частично, нам необходимо открыть документ, который поступил от заказчика, в нем указана информация о причинах отказа. Далее создать исправленный документ с учетом замечаний заказчика. Если не согласны, сформируйте уведомление о намерении обжаловать мотивированный отказ. И согласуйте, дальше направьте исправление или уведомление об обжаловании заказчику на утверждение и согласуйте все исправления. Подпишите окончательный акт, реализуйте исполнение контракта. То есть бывают такие ситуации, что мы сталкивались с таким, что у заказчика не вся комиссия подписала, и он нам отправлял на доработку акт, просил нас заново его предоставить. Так как мы понимаем, что, допустим, мы с этим заказчиком работаем не первый год, то, соответственно, мы в оперативном порядке решаем эти вопросы, чтобы у нас и не было просрочки с нашей стороны, и, соответственно, у заказчика не возникало никаких нюансов по работе с контрактами. Также можно создать корректировочный документ на акт, который уже был принят и утвержден заказчиком. Например, если в первичном документе было ошибочно выбрано все количество по контракту, а отчитывались только за определенный объем, то есть за определенный этап. То есть в единой информационной системе такая возможность есть. Даже если был принят, вы можете создать корректировочный документ на него. Практика применения актирования позволила нам собрать и обобщить наиболее часто возникающие сложности при работе с единой информационной системой. Вот, у нас возникали ошибки в электронных документах приемки в ЕИС, и я вам сейчас расскажу про эти ошибки основные и как же их исправлять. Давайте мы на примерах посмотрим, какие они встречались. Ошибка номер один. При нажатии кнопки «Открыть на редактирование» всплывает ошибка «Документ недоступит». Для того, чтобы доступ открылся, нужно выйти из единой информационной системы и подождать какое-то время, пока не пройдет обмен на самой площадке, примерно где-то 20-30 минут. После этого зайти обратно в систему и нажать снова на кнопку «Открыть на редактирование». Ошибка устранится, и, соответственно, вы можете открыть документ и дальше вносить в него правки. Следующая ошибка – это когда в ЕИС произошли изменения в разделе «Контрагенты». Например, убрали там банковские данные со вкладки «Заказчика». В разделе «Поставщика» появилась вкладка «Тип счета». Иногда при сохранении данных выскакивает ошибка «Тип счета не обнаружен». На подписание документа УПД со стороны поставщика это не влияет, поэтому можно продолжить подписание далее. То есть не переживайте, эта ошибка не является, это просто системная ошибка. Следующая ошибка – бывает такое, что у нас подписывает документы не руководитель, а уполномоченный представитель по доверенности. И при подписании выскакивает поле «Не указан ни один пользователь с полномочием руководителем». Не переживайте, это тоже системная ошибка. На подписание передаточного документа в ЕИС это не влияет, и можно продолжить подписание и направлять документ заказчику. Следующая ошибка – это при заполнении акта на строительство в единой информационной системе. Система выдает ошибку вкладка «Конструктивные решения и виды работ». Не добавлено ни одно конструктивное решение. Проверьте правильность указания информации. Ошибка не является критичной и носит предупредительный характер. Нажимаете на «Продолжить, несмотря на нарушения». Соответственно, акт у вас сохранится и направится в свое время на заказчику. Ошибка номер пять. Вот буквально недавно с ней столкнулись. Получилось так, что поставляли по контракту товар с НДС и без НДС. И в ЕИС срабатывает контроль. Выходит ошибка. В документ включены товары, работы, услуги, облагаемые НДС и необлагаемые НДС. Проверьте правильность указания информации. Ошибка не является критичной, носит предупредительный характер. Поэтому нажимаем дальше «Продолжить, несмотря на нарушения» и направляем заказчику акт. Одна большая ошибка, с которой мы столкнулись, это было в прошлом году при исполнении контракта. Не заполнено поле «Страна происхождения товара». Из единой информационной системы неправильно подгрузились данные. То есть по контракту у нас предметом контракта были услуги. И в единой информационной системе были заведены услуги. Ну, в самом контракте в ЕИС, когда размещал заказчик. Но в контракте, который сформировался в личном кабинете поставщика, то есть нас как исполнителя, почему-то встал товар. И мы должны обязательно были заполнять поле «Страна происхождения товара», хотя мы оказывали услуги. Если поле «Страна происхождения товара» не было заполнено, то выходила ошибка «Не заполнено обязательное поле». Но при заполнении всех полей, ну то есть мы со своей стороны как вроде хорошо мы заполним это поле, уходил акт заказчику, и уже заказчик не мог принять этот акт. На стороне заказчика возникали ошибки, и у него была ошибка «Для объекта закупки не должно быть заполнено поле «Страна происхождения товара». Вот так вот было в ЕИС. То есть мы очень долго разбирались с этой проблемой, не понимали, как решать. Мы пытались и со своей стороны убрать эту позицию, поставить, что услуга так, потому что контракт заведен на услугу. Почему в личном кабинете в ЕИС сформировался товар, непонятно. Где произошла эта подмена, тоже было нам непонятно. Со стороны заказчика тоже он ничего не мог сделать и решить. И единственное решение, которое нам помогло, это обращение в техническую поддержку ЕИС. Мы формируем обращение только через личный кабинет участника закупок. В правом верхнем углу у нас есть кнопочка, нажимаем на нее и, соответственно, создаем. Для формирования обращений и фиксации ошибки система предложит установить и запустить плагин ЕИС «Независимый регистратор». Вообще советую, кстати, им начать пользоваться и при участии в торгах на электронно-торговых площадках, если они зависают, чтобы у вас было подтверждение того, что вы все делаете правильно, что это не вы виноваты. Плагин ЕИС «Независимый регистратор» запишет всю последовательность действий, которые вы совершаете в личном кабинете при формировании электронного акта и, соответственно, зафиксирует ошибку. Мы формируем обращение в техподдержку. В обращении подробно расписываем проблему, с которой мы столкнулись, указываем номер контракта и прикладываем файл, который нам сформировал независимый регистратор. Направляем обращение в техподдержку и следим за сроками и процессом его решения. Уведомления из техподдержки ЕИС приходят на электронную почту. Получилось так, что мы по данной ошибке создавали даже несколько обращений, просто пытались, чтобы нам быстрее это обращение и эту проблему, ошибку в самом контракте устранили. Ответ на обращение и сроки его решения также можно видеть в личном кабинете единой информационной системы. Пример представлен на слайде обращения, с которым мы когда-то сталкивались в ЕИС. Если возникают ошибки и проблемы при формировании электронных актов и вы не можете их решить самостоятельно, обязательно обращайтесь в техподдержку. Это позволит грамотно и своевременно решить вопрос, собрать разработчикам информацию о проблемных участках системы и наладить рабочий процесс. Итак, это все вопросы, которые мы планировали сегодня изучить. Что же в ходе вебинара мы узнали? Что электронное актирование – это приемка документов по исполненному контракту в электронном виде через единую информационную систему. И она обязательно для всех участников госзакупок с 2022 года. Для формирования отчетных документов по контракту в ЕИС необходимо осуществить настройки личного кабинета ЕИС и обязательно настроить права пользователя, которые будут у вас заниматься формированием этих актов. Перед формированием электронных актов по контракту внимательно изучайте условия контракта и его требования, а также заранее подготовьте необходимые документы и информацию, еще лучше согласуйте их с заказчиком. То есть мы обычно перед тем, как формировать исполнение по контракту, каким-то заказчикам направляем наши счета и акты. И они их проверяют и говорят, соответственно, какие-то ошибки либо замечания, чтобы без проблем нам потом эти акты формировать и принимали. Если заказчик мотивированно отказывает в электронной приемке, то внесите корректировки или обжалуйте действия заказчика. При возникновении критичных ошибок в единой информационной системе направляйте обращение в техподдержку ЕИС, если ошибку решить самостоятельно не получается. Упростит ли электронная приемка взаимодействие заказчиков и поставщиков и как будут совершенствовать процедуру, покажет дальнейшая практика. Но вроде как основные критичные ошибки на данном этапе они уже исправили. Я постаралась вам максимально подробно рассказать, как формировать электронные акты в единой информационной системе. Но порой нужны практика и опыт, чтобы сделать это с первого раза самостоятельно и без ошибок. Поэтому мы предлагаем вам курсы обучения по торгам. У нас есть экспресс-курс обучения по работе на электронной торговой площадке. За два часа мы вам расскажем, как работать на одной из федеральных торговых площадок. Также аналогичное обучение у нас по банкротству, если вы хотите начать участвовать в торгах по реализации имущества. И у нас разработан подробный курс для поставщиков, чтобы им было просто влиться в систему государственных закупок. Мы вам расскажем на этом курсе дистанционном о все алгоритмы участия в закупочных процедурах от подачи заявки до заключения контракта. Этот курс у нас постоянно обновляется в связи с изменениями в законодательстве в 44-м федеральном законе. Поэтому там всегда актуальная информация и документы. Ссылки на эти курсы, на этот курс, чтобы записаться, я приложила вам в материалы. Если вам будет интересно, также вы можете оставить адрес своей электронной почты в чатике, либо номер телефона, и с вами свяжется наш сотрудник и расскажет вам более подробно про все обучающие программы. Также, если вы выиграли контракт и вам необходимо электронное актирование, вы не знаете, как его заполнять первый раз, эти электронные акты, то вы можете обратиться к нам и передать работу все нашим специалистам. Тензор предлагает целый спектр услуг. По сопровождению торгов мы проанализируем для вас закупочную процедуру, озвучим все условия участия, поможем принять участие в торге. В случае выигрыша поможем подписать контракт и проведем индивидуальное обучение для вас или вашего сотрудника. Также для заказчиков, которые только начинают работу с 44-м федеральным законом, мы оказываем услуги по организации закупочных процедур. Готовы направить всем желающим коммерческие предложения по услуге сопровождения торгов, чтобы в любой момент вы могли ими воспользоваться. Для получения коммерческого предложения поставьте плюсики в чат или укажите адрес своей электронной почты. Кроме участия в торгах, очень огромный труд найти нужную закупочную процедуру среди сотен тысяч других. У нас есть замечательный сервис СБИС Торги. Он ведет умный поиск по более чем 700 площадкам и позволяет посмотреть документы извещения, подобрать новых заказчиков и найти исполнителей крупных контрактов, чтобы стать их поставщиками. Чтобы подключить демо-доступ к сервису СБИС Торги, напишите также в чате к адрес вашей электронной почты или номер телефона, и с вами свяжется наш сотрудник. И еще одна новиночка у нас. Так как мы не стоим на месте, и наша компания идет в ногу со временем, стараемся учитывать запросы всех категорий клиентов, мы автоматизировали для вас загрузку документов в единую информационную систему по выполненным контрактам для поставщиков. Централизованным бухгалтериям заказчиков обеспечили возможность легко проконтролировать подписание актов по контрактам и ускорить оплату по ним. Информацию о стоимости подключения уточняйте в разделе «Тарифы» или у своего персонального менеджера. То есть эта услуга интеграция с единой информационной системой поможет вам быстро и просто формировать акты в СБИС и направлять их в ЕИС, и соответственно заходить туда и там их подписывать. Если кому-то интересна данная услуга, можете обратиться к своему менеджеру либо зайти в раздел «Тарифы». В материалы я вам, кстати, приложила ссылочку на эти тарифы и где можно посмотреть описание данной услуги. Если вы хотите оставить заявку по интересующей вас услуге, вы можете на нашем сайте. Также мы подготовили для вас календарь предстоящих вебинаров по тематике торгов. Следите обязательно за новостями, записывайтесь и будьте всегда в курсе всех изменений законодательства. А сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, которые у нас поступили. Добрый день. Можно ли использовать систему электронного актирования от РТС-тендер или во избежание лишних стыковочных систем лучше работать через ЕИС? Честно, Елена, я не знаю, что за система электронного актирования существует и РТС-тендер. Я ничего не могу по ней сказать и никак не могу вам ее прокомментировать. У нас появилась наша интеграция с единой информационной системой. Если вам интересно, вы можете связаться с нами и уточнить информацию о том, как лучше сформировать эти документы и отправить эти документы через нас. То есть очень, я думаю, будет полезно и вам, и нам, как дальнейшее сотрудничество, просмотреть данный вопрос. Так, доброго дня, подскажите, пожалуйста, поставка товара ежедневно. Можно ли делать документы о приемке один, в котором будет суммироваться несколько поставок, например, за неделю? Вот смотрите, мы читаем условия контракта, и в контракте у нас должно быть прописано, если поставка товаров идет по заказчикам, то, соответственно, и заказчик в контракте должен был присмотреть предоставление отчетных документов. Если там прописано, что вы отчетные документы должны формировать один раз в неделю, то тогда вы можете формировать один раз в неделю. А если там написано, что каждый день по факту поставки, то, соответственно, вы должны формировать эти документы каждый день по факту поставки, чтобы не было нарушений. Потому что если вы не своевременно сформируете документы, это штраф. Вот, если вы, у вас нет времени на формирование этих документов, вы можете обратиться к нам, наши специалисты помогут вам формировать эти акты, ну, соответственно, услуга это платная, либо вы можете взять у нас тариф, подключить интеграцию с единой информационной системой и формировать документы в вашей учетной системе, либо у нас в БИСе и направлять в единую информационную систему. Поэтому, пожалуйста, позвоните своему менеджеру, уточните у него все нюансы, я думаю, что вам наша интеграция очень поможет. Есть ли МИК? Есть МИК, это модуль исполнения контракта, и есть единая информационная система, как эти системы взаимодействуют. Смотрите, про модуль исполнения контрактов, у нас был вебинар, он был про единственных поставщиков, в записи у нас на ютубе, кстати, есть информация про эти вебинары. То есть определенные заказчики Москвы и Московской области, либо других областей пользуются интеграционной системой, которая направляет документы в ЕИС. Но ты формируешь эти акты в МИКе, они взаимодействуют между собой просто-напросто. Вы сформировали акты в МИКе, они автоматом ушли в ЕИС. То есть порядок их взаимодействия к нашей тематике вебинара не имеет никакого отношения. Но если у вас возникают какие-то вопросы по формированию этих актов, либо проблемы при формировании этих актов, вы можете у нас воспользоваться платной услугой актирования в ЕИС. Наши девочки работают с МИКом, мы непосредственно тоже сами работаем с МИКом, никаких проблем у нас в принципе не возникает. Добрый день, не получается войти в личный кабинет, требуются настройки рабочего места. При оформлении приемки в мае мы проводили настройку рабочего места через БИС, все работало. Надо ли настраивать каждый раз? Смотрите, скорее всего у вас слетают какие-то дополнительные компоненты, либо вы начинаете работать на другом компьютере. Ну то есть обычно вообще настраивать рабочее место постоянно не требуется. Единственное, что если сменился сертификат руководителя, либо там представителя новый сертификат выпустили, тогда да. Если вы хотите, чтобы вас эту проблему решили, обратитесь к нам. У нас ребята делают настройку рабочего места. Вот буквально вчера, кстати, приходил тоже клиент, чуть ли не регистрацию в ЕИС готов был оплатить, но наши девочки настроили компьютер и все сейчас работает без проблем. К менеджеру обратитесь, он вам сообщит, какую услугу и сколько она стоит. Добрый день, как закрывать документы о приемке при авансе? Контракт на сопровождение 4 месяца по одинаковой сумме. В контракте прописан аванс 30% от общей суммы. Правильно ли мы понимаем, что каждому документу о приемке будут прикрепляться счета на 30% меньше и платежные поручения плюс счет на ранее оплаченный аванс. То есть сумма счета, подлежащего оплате, будут меньше суммы в документе о приемке, верно. Все верно, так как у вас был оплачен аванс, соответственно, сумма оплаты будет меньше сформирована. Все правильно вы думаете. Там по-другому ЕИС и не даст сформировать. То есть ЕИС не сможет вам сформировать большую сумму к оплате со стороны заказчика, чем прописано в контракте и в условиях контракта. Можно ли через БИС сформировать документы поставки в ЕИС? Пожалуйста. Новая услуга интеграция в ЕИС. Ссылку я приложила в материалы, где можно подробнее ознакомиться с тарифом. Если вас интересует этот тариф, прямо обращайтесь к менеджеру, он вам все подскажет, расскажет. Маркировка товара в ЕИС. Не понимаю суть вопроса. Пожалуйста, напишите детально, что именно вас интересует. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, обязательно прикладывать УПД сформированный в 1С к документу о приемке, если он по сути дублирует документ о приемке. Но вообще в единой информационной системе формируется непосредственно универсальный передаточный документ по форме, которая утверждена законом и, соответственно, бюджетным кодексом, скорее всего. Если вы в 1С только УПД формируете, то я не вижу смысла, зачем их дублировать. То есть обычно к документу о приемке, который мы формируем в ЕИС, прикладывают счет, который требуется заказчикам акт приема-передачи. Но опять же изучаем условия контракта и смотрим в контракте, что именно требуется заказчику приложить к документу о приемке в единой информационной системе. Все прописано в вашем контракте. Правильно ли понимаем порядок поставки? Акт поставки товара формируется в ЕИС, затем товар поставляется, затем подписывается заказчикам. Нет. Товар сперва поставляется в сроки, которые оговорены в контакте. В день поставки товара вы формируете акт в единой информационной системе и направляете его заказчику. Заказчик проверяет товар не позднее 20 рабочих дней. Он вам либо подписывает акт в электронном виде, либо дает мотивированный отказ о поставке, и в котором должны быть указаны информации, почему он не принимает этот товар. Акт вы формируете только по факту поставки. При передаче товара, который обязательно маркируется в акте о приемке, требуется подгрузить маркировку. Как это сделать? Спасибо за вопрос. С данным мы пока еще не сталкивались. Я уточню у своих коллег информацию вам ответим в личном сообщении. Все. Это все вопросы. Я надеюсь, что вам был полезен этот вебинар. Если есть обратная связь, если вам понравилось, напишите, пожалуйста. Может быть, у вас есть какие-то предложения по теме вебинара, которые вы хотели бы еще посмотреть. Что вам было бы интересно, чтобы мы рассмотрели на наших предстоящих вебинарах. А так, спасибо вам огромное за внимание. Буду рада сотрудничеству с вами в будущем. Напомню, меня зовут Мария Билли. Желаю вам удачи в торгах и до новых встреч.